Поздно вечером в районе торгового центра суета. Возле двух иномарок сотрудники полиции и четверо молодых людей. Оказывается, трое из них выехали на серебристом авто на перерез черному внедорожнику. Когда возмущенный водитель вышел разобраться в чем дело, ему стали угрожать. Я не хотел, я не знаю их кто. Я сказал, что я не буду к вам. Я не удачу. Гражданина Китая злоумышленники пытались затолкать в свою машину. Женщина, которая стала случайной свидетельницей происходящего, стала громко звать на помощь чуть кого-нибудь. Эти крики услышали патрулирующие полицейские. Рядом ППСП было задержано три гражданина, один из которых азербайджанец, один молдаванин, один житель Московской области. У указанных лиц изъято два травматических перистолета, нож. Вот этот молодой человек приехал в Москву из Азербайджана. В столице уже несколько месяцев, но до сих пор без работы и регистрации. Все свое время проводит с друзьями. При каких обстоятельствах вас задержали? Почти едем. Не знаю. А вот второй молодой человек из компании рассказал, что его задержали, когда он пытался бежать от сотрудников полиции. Сознался, что у него при себе был травматический пистолет, а еще рассказал, что у него есть и пневматика. Оружие, которое на капоте лежит, у вас было изъято, да? У вас было изъято. А что за оружие? Ну, ребят, у меня был вообще змой этот, такой пневматический. Вы взяли это не пневматический. А откуда оно у вас? Ну, дали ребят. Дали ребят? Это боевое оружие? Нет. А какое? Травматическое? Травматическое. А вы взяли для чего, знакомых своих? Ну, вот сейчас дали, сказали, возьмем. На какой случай может пригодиться пистолет, подозреваемый в разбое так и не рассказал. Как, впрочем, и о том, зачем все трое представились сотрудниками полиции. Зато представители правоохранительных органов все разъяснили. Эти трое таким способом зарабатывают. Скорее всего, они уже не первый раз так представляются и, угрожая оружием, отнимают деньги у приезжих. Была задержана преступная группа, которая занималась разбойными нападениями. В настоящий момент указанные лица задержаны. С ними проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность всех задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.